В этом существительном основе равна корню, корень карман. К этой основе добавили суффикс «н», и у нас получилось прилагательное «карманный», в котором пишем две буквы «н» на стыке морфем – корня и суффикса. Прилагательное «старинный» образовалось от существительного «старина», в котором основа оканчивается на букву «н». Эта буква «н» входит в состав суффикса «ин». К основе «старин» добавили суффикс «н». Образовалось слово «старинный», в котором пишем две буквы «н» на стыке двух морфем – суффикса и еще одного суффикса. Две буквы «н» пишутся в прилагательных, образованных от существительных с помощью суффиксов «ен-он». Так, прилагательное «соломенный» образовалось от существительного «солома» с помощью суффикса «ен», поэтому в прилагательном пишем две буквы «н». «Авиационный» образовалось от существительного «авиация» с помощью суффикса «он», поэтому в прилагательном пишем две буквы «н». Запомните слово «ветренный», в котором мы пишем одну букву «н» в суффиксе «ен». Если к этому прилагательному добавить приставку, то мы должны будем написать две буквы «н» в суффиксе. Например, в слове «безветренный» пишем две буквы «н», потому что есть приставка «без». «Наветренный» пишем две буквы «н», потому что есть приставка «на». «Подветренный» пишем две буквы «н», потому что есть приставка «под». Две буквы «н» пишутся в прилагательных «стеклянный», «деревянный», «оловянный». Эти прилагательные вам поможут запомнить слово «окно». Окно у нас стеклянное, рамы у окна деревянные, а ручки, за которые держатся ребята, они оловянные. Итак, стеклянный, деревянный, оловянный – это окно. Одна буква «н» пишется в прилагательных, образованных от существительных с помощью суффикса «ин». Так, в прилагательном «мышиной» мы напишем одну букву «н» в суффиксе «ин». «Гостиная» пишем одну букву «н», так как эта прилагательная образовалась с помощью суффикса «ин» от существительного «гость». Одна буква «н» пишется в прилагательных, имеющих значение материала. Такие прилагательные образовались от существительных с помощью суффиксов «ан» или «ян». «Кожаный» – одна буква «н» в прилагательном в суффиксе «ан». «Серебряный» – одна буква «н» в прилагательном в суффиксе «ян». Одна буква «н» пишется в прилагательных, в которых нет суффикса. В таких, например, как «юный», «румяный», «бараний», «свиной», «вороной». В таких словах основа равна корню «юный», «румяный», «бараний», «свиной», «вороной». В кратких прилагательных пишется столько же «н», сколько и в полных. Встреча торжественна. Встреча какова? Торжественна – это краткое прилагательное. Пишем две буквы «н» в суффикси «ен», так как в полной форме мы также должны будем написать две буквы «н» в суффикси «ен». Утро туманно, утро каково? Краткое прилагательное «туманно» пишется с двумя буквами «н» на стыке морфем корня и суффикса, так же, как и в полной форме. «Девушка румяна», «юна», «ветрена», «легкомысленна». Краткие прилагательные «румяна» и «юна» пишутся с одной «н», так как это прилагательные без суффикса, так же и в полной форме будет написана одна буква «н». В слове «ветрена» мы пишем одну букву «н» – это слово «исключение». В слове «легкомысленна» пишем две буквы «н», так же, как и в полной форме, так как это прилагательное образовалось с помощью суффикса «ен». В существительных наречиях мы пишем столько же «н», сколько в слове, от которого они образованы. Относиться по-родственному, относиться как? По-родственному – это наречие. Оно образовалось от прилагательного «родственный», в котором мы пишем две буквы «н» в суффиксе «ен». Значит, и в наречии мы также напишем в этом суффиксе две буквы «н». Рассказывал «путано», рассказывал как? «Путано» – это наречие. Или существительная путаница и наречие, и существительное образовались от глагольного прилагательного «путаный» с одной «н». Поэтому и в наречии пишем одну «н», и в существительном пишем одну букву «н». Существительное «современник» образовалось от прилагательного «современный». В прилагательном пишем две буквы «н» на стыке двух морфем, двух суффиксов. Также и в существительном «современник» мы должны будем написать две буквы «н». «Гостиница» существительная образовалась от прилагательного «гостиной», в котором пишем одну букву «н» в суффиксе «ин». Значит, и в существительном «гостинице» мы должны будем написать одну букву «н». Запомните про вописание существительных, в которых пишется две буквы «н» – путешественник, соотечественник, предшественник, мошенник, именинник, изменник, беспреданец. И запомните про вописание существительных, в которых пишется одна буква «н». Это ученик, он же труженик и он же мученик.